Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции Первое начало термодинамики План 1. Основные законы термодинамики и их объяснение на основе статистической теории Второй вопрос. Первое начало термодинамики Третий вопрос. Теплота, работа, энергия Четвертый вопрос. Применение первого начала термодинамики к кризису процесса Рассмотрим термодинамическую систему, для которой механическая энергия не изменяется, а изменяется лишь ее внутренняя энергия Внутренняя энергия системы может изменяться в результате различных процессов Например, совершение над системой работы или сообщение нейтеплоты Так, вдвигая порчень в цилиндр, в котором находится газ Мы сжимаем этот газ, в результате чего его температура повышается То есть тем самым изменяется или увеличивается внутренняя энергия газа С другой стороны, температуру газа и его внутреннюю энергию можно увеличить За счет сообщения ему некоторого количества теплоты Энергии, переданной системой внешними телами путем теплообмена Процесс обмена внутренними энергиями при контакте тел с различными температурами Таким образом можно говорить о двух формах передачи энергии От одних тел к другим Работе и теплоте Энергия механического движения может превращаться в энергию теплового движения И наоборот При этих превращениях соблюдается закон сохранения и превращения энергии Применительно к термодинамическим процессам Этим законом и является первое начало термодинамики Установленное в результате обобщения многовековых опытных данных Допустим, что некоторая система Газ, заключенный в цилиндр под поршнем Обладая внутренней энергией У1 Получила некоторое количество теплоты КУ И перейдя в основную в новое состояние Характеризующиеся энергии У2 Совершила работу А Над внешней средой То есть против внешних сил Количество теплоты считается положительным Когда оно подводится к системе и работа положительной Когда система совершает ее против внешних сил Опыт показывает, что в соответствии с законом сохранения энергии При любом способе перехода системы Из первого состояния во второе Изменение внутренней энергии Дельта У будет одинаковым и равным Разности между количеством теплоты КУ Полученной системой и работой А Совершенной системой против внешних сил То есть Дельта У равно КУ минус А Или КУ равняется Дельта У плюс А Вот это уравнение выражает первое начало термодинамики То есть теплота, сообщаемая системе Расходуется на изменение ее внутренней энергии И на совершение ее работы Против внешних сил Выражение 1 в дифференциальной форме будет иметь В Дельта КУ равно ДУ плюс ДА Или более конкретной форме Дельта КУ равно ДУ плюс Дельта А Вторая формула Где ДУ это бесконечно малое изменение Внутренней энергии системы А Дельта А это элементарная работа Дельта КУ бесконечно малое количество теплоты Так как в идеальном газе взаимная потенциальная энергия молекул Равна молекулы между собой не взаимодействует То внутренняя энергия, отнесенная к одному молю газа Будет равна сумме генетических энергий И на молекул То есть УМ равняется Ай пополам КТНА Здесь Ай пополам РТ Поскольку К умноженное на Эного гадра равняется Н Внутренняя энергия для произвольной массы М газа Уравняется М на малярная масса Ай пополам РТ Или Ню Ай пополам РТ Где М малярная масса Ню количество вещества Изменение давления газа при его расширении Изображается кривое Как показано на рисунке 2 Для рассмотрения конкретных процессов Найдем в общем виде внешнюю работу Совершаемую газом при изменении его объема Рассмотрим, например, газ, находящийся под поршнем В цилиндрическом сосуде Который показан на рисунке 1 Если газ расширяется Передвигается поршень на бесконечно малое расстояние ДЛ То производят над ним работу Дельта А равняется ФДЛ Отсюда Ф это ПС То есть давление умноженное на поршень И в итоге Дельта А равняется ФДВ Таким образом Дельта А ФДВ Интегрируя работу Можно найти полную работу Совершаемую газом при изменении его объема От В1 до В2 Найдем интегрирование формулы 3 Что А полная работа равняется Интеграл от В1 до В2 ПДП Это четвертая формула Результат интегрирования определяется характером В зависимости между давлением и объемом газа Найденное для работы выражение 4 Справедливо лишь в любых изменениях Объема твердых, жидких и газообразных тел Произбольную при том или ином процессе работу Можно изобразить графически с помощью кривой В координатах ПВ Пусть изменение давления газа при его расширении Изображается кривой на рисунке 2 При увеличении объема на ДВ Совершаемая газом работа равна ПДВ То есть определяется площадью плоскости с основанием ДВ Заштрихованной на рисунке Поэтому полная работа, совершаемая газом При расширении от объема В1 до объема В2 Определяется площадью, ограниченной осью акциз Кривой П, П равно Ф от В И прямым В1 и В2 Графически можно изображать только равновесные процессы Процессы, состоящие из последовательности равновесных состояний Они протекают так, что изменение термодинамических параметров На конечный промежуток времени бесконечно мало Все реальные процессы неравновесны Они протекают с конечной скоростью Но в ряде случаев неравновесностью реальных процессов можно пренебречь Чем медленнее процесс протекает, тем он ближе к равновесному состоянию В дальнейшем рассматриваемые процессы будем считать равновесными Перейдем к удельно-теплоемности вещества Величина равной количеству теплоты, необходимую для нагревания 1 кг вещества на 1 кг, называется удельной теплоемкостью вещества То есть С равно Дельта К, деленной на МДТ Единица удельной теплоемкости Джоуль на килограмм Кельвин А малярная теплоемкость – это величина равная количеству теплоты, необходимую для нагревания 1 моля вещества на 1 кг То есть С равно Дельта К, деленной на МДТ Единица малярной теплоемкости Джоуль на моль Кельвин Удельная теплоемкость связана с малярной, с отношением 6, где большой М – это малярная масса вещества Различает теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении, если в процессе нагревания вещества его объем или давление поддерживается постоянным Сначала рассматриваем, когда различает теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении, если в процессе нагревания вещества его объем и давление поддерживается постоянным В выражении первого начала термодинамики из формулы 2 для одного моля газа с учетом формулы 3 и 5 напишем формулу 7, то есть СНДТ равно ТУН плюс ПДВМ. Если газ нагревается при постоянном объеме, то работа внешних сил равна нулю, и совершаемая газу извне теплота ведет только на увеличение его внутренней энергии. Учитывая формулу внутренней энергии, мы можем написать, что СВ равно АР пополам. Если газ нагревается при постоянном давлении, то выражение СИМ можно записать в виде СП равно ДУМ по ДТ плюс ПДВ по ДТ. Учитывая, что ДУМ по ДТ не зависит от вида процесса, внутренняя энергия идеального газа не зависит ни от П, ни от В определяется лишь температурой. И всегда равна СВ, как было по формуле 8. И дифференцируя уравнение Клоперона-Менделеева, то есть ПВМ равно РТ, когда П константа, получаем СП равно СВ плюс Р. Выражение 10 называется уравнением Майера. Оно показывает, что СП всегда больше, чем СВ на величину малярно-газовую постоянную. Это объясняется тем, что при нагревании газа при постоянном давлении требуется еще дополнительное количество теплоты на совершение работы расширения газа. Так как постоянство давления обеспечивается увеличением объема газа, используя формулу 7 и выражение 10 можно записать в виде СП равно Ай плюс 2 деленное на Р умноженное на 2 умноженное на Р. При рассмотрении термодинамических процессов можно знать характерное для каждого газа отношение СП к СВ, и оно равняется гамме. Из формулы 9 и 11 следует, что малярная теплоемость определяется лишь числом степени свободы и не зависит от температуры. Это утверждение молекулярно-плинической теории справедливо в довольно широком интервале температур. Лишь для одноатомных газов. Уже у двухатомных газов число степени свободы, проявляющейся теплоемкости, зависит от температуры. Молекула двухатомных газов обладает тремя поступательными, двумя вращательными и одной колебательной степенью свободы. Здесь на рисунке 3 диаграмма этого процесса, то есть изохоры в координатах ПВ изображается прямой. Среди неравновесных процессов, происходящих термодинамическими системами, выделяются процессы, при которых один из основных параметров состояния сохраняется постоянным. Когда изохорный процесс, это означает, что у нас объем постоянный. Диаграмма этого процесса в координатах ПВ изображается прямой параллельной оси ординат, как показано на рисунке 3, где процесс 1,2 есть изохорное нагревание, а процесс 1,3 изохорное охлаждение. При изохорном процессе газ не совершает работы над внешними телами, то есть поскольку ДВ у нас равняется нулю, Дельта А тоже равняется нулю. Как уже указывал из первого начала термодинамики для изохорного процесса следует, что вся теплота, сообщаемая газом, идет на увеличение его внутренней энергии, то есть это ДУ равно ДУ. Согласно формуле, ДУЛ равняется СВДТ, тогда для произвольной массы газа получим, что КУ равно ДУ и равняется М на малярная масса СВДТ. Площадь, которая показана на рисунке 4, заштрихованного прямоугольника. Изобарный процесс П-константа, диаграмма этого процесса, изобара, в координатах ПВ изображается прямой параллельной оси В. При изобарном процессе работа газа из формулы 4, при увеличении объема от В1 до В2 равняется АПВ2-В1 и определяется площадью заштрихованного прямоугольника, как показано было на рисунке 4. Если использовать уравнение Клаперона-Менделеева для выбранных нами двух состояний, то ПВ1 равно М на малярная масса РТ1, и соответственно ПВ2 тоже зависит от Т2. Откуда В2-В1 это М на малярная масса Р на ПТ2-Т1, тогда выражение 4 для работы изобарного расширения примет вид, то есть А равно М на малярная масса РТ2-Т1. Из этого выражения протекает физический смысл малярной газовой постоянной. Если Т2-Т1,1 К, то для одного моля газа Р равняется А, то есть Р численно равна работе изобарного расширения одного моля идеального газа при нагревании его на 1 К. При изобарном процессе при сообщении газу массы М количества теплоты ДК уравняется М на малярная масса СВДТ. Его внутренняя энергия возрастает на величину ДУ М на малярная масса СВДТ. При этом газ совершит работу, определяемую выражением 15. Изотермический процесс, температура постоянная. Как уже указывалось, изотермический процесс описывается законом Бойла-Майорда, то есть ПВ-константа. Диаграмма этого процесса в координатах ПВ представляет собой гиперболу, расположенную на диаграмме тем выше, чем выше температура, при которой происходит процесс. Исходя из выражения 4, найдем работу изотермический процесс расширения газа. А у нас интеграл от В1, В2, ПДВ. Отсюда через Менделеева-Култерона мы знаем, что П равняется М на малярная масса РТ деленной на В. И поставив вместо П его форму, и находя интеграл ДВ на В, у нас получится М на малярная масса РТ, ЛНВ2 на В1. То есть равняется М на малярная масса РТЛН, П1 на П2. Так как при Т-константе внутренняя энергия идеального газа не изменяется, ДУ – это Н на малярная масса СВДТ равняется нулю. То есть первое начало термодинамики следует, что для изотермического процесса ДКУ равняется ДА. То есть все количество теплоты, сообщаемое газу, расходуется на совершение им работы против внешних сил. То есть К равняется А, И равняется М на малярная масса РТЛНВ2В1. Или можно вместо П2В1 поставить П1, П2. Следовательно, для того, чтобы при расширении газа температура не понижалась, к газу в течение изотермического процесса необходимо подводить количество теплоты. Эквивалентная внешняя работа все расширения. На этом у нас лекция заканчивается. Перейдем на вопросы для закрепления. Первый вопрос. Энергия механического движения может ли превращаться в энергию теплового движения? Не наоборот. Соблюдается ли при этом закон сохранения и превращения энергии? Второй вопрос. Возможен ли вечный двигатель первого рода? Третий вопрос. Что такое внутренняя энергия идеального газа? В результате каких процессов может изменяться внутренняя энергия системы? Четвертый вопрос. Нагревается или охлаждается идеальный газ, если он расширяется при постоянном давлении? На этом мы сегодня заканчиваем лекцию. Спасибо за внимание.